Не человек, шукая Бога, а Бог человека. Такие слова гушали сегодня по час богослужения с нагоды дня наражения Христового, которое прошло в Свято-Петропавловском кафедральном соборе. А в том, какое значение для православных христиан имеет это свято с прославниками духовенства и приходжанами, по гуторе Ламары Наджалая. Рабить добро, что день, до этого православия обовязывая каждого верника. Причем масштаб добрых справ не имеет особого значения. Можно подтримать человека, якому зараз тяжко, наведать хворых, подарить тепло покинутому батьками детяти. Головные кабномеры были светлыми и шли от сердца. Приходжане у Свято-Петропавловский собор и шли безупынно, вельми многие с маленькими детьми. С надворьем нароство пошанцевало, нулевая температура и затише. Небыто и природе передалось колядное супокоение. Приучаем их тоже к традициям нашим, семейным, не только к семейным, и вообще, чтобы они ходили в церковь. Из Питера приехали. Приехали в гости, да, просто погулять. Просто погулять по Гомелю. Да, и вот пришли, увидели, что служба идет и зашли. Как вам наш храм, как служба? Все красиво, хорошо. Город Гомель, я, например, первый раз. Очень красивый и замечательный. Замечательный семейный праздник, я больше так считаю. Всегда радость переполняет душу, когда вот ждешь этого праздника, как чудо какого-то. Всегда хочется радоваться на душе прекрасно. Всегда с семьей приходим в храм, молимся. Было бы здоровье у моей бабушки. А что с бабушкой? Она болеет. Желаем всем счастья, здоровья, чтобы этот год, который пришел новый, был для всех людей мирным, спокойным. Чтобы Бог благословил всех на добрые дела. Абсенсия святораства подчас богослужения разважают так. Бог приходит в наш свет в тишине в Вифлеемской ночи. И сам факт его народжения – это уже наше приближение до Бога. Потому что каждый уже тем, что он человек, долучен и до тайны Христа. С этого часа мы не одиноки в свете. Христос стал человеком для того, чтобы все люди, в том ликуте, которые стратили всякую веру в себе, ведали, что Бог верить у нас. Верить так, что не боится сам стать одним из нас. Священно мученик другого стагодия Ирине Леонски казал так. Бог стал человеком, как человек мог стать Богом. Святые отцы нам однозначно говорят, Бог становится человеком для того, чтобы человека сделать по благодати Богом. Дать все то, чем он обладает, включая саму вечную жизнь. Блаженство дать нам. После завершения богослужения дорослих и маленьких частовали блинами, которые готовили сразу в дворы храма. Усяго их напекли около 8 тысяч. Марина Джала, Евген Макенко, Тель-Радио, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова